Сегодня у нас очередное заседание. Учитывая, что у нас будут основные направления кредитно-денежной политики, то они как раз займут два часа. Повестка дня 25 вопросов. Я хотел бы остановиться на кредитно-денежной политике как одном из основных инструментов оздоровления ситуации в стране и нашем отношении к тому, что нам предлагается. Юрий Петрович остановится на второй части. Вы знаете, что сегодня в третьем чтении будет закон о госсовете. И мы, как и обещали на предыдущем подходе с Юрием Петровичем, несли девять поправок, о которых он расскажет, и нашей позиции. Ну и по поводу кредитно-денежной политики. К сожалению, вы видите, что мы вчера приняли во втором чтении бюджет, а перед ним принимали целую серию законов о поправках в налоговый кодекс, бюджетный кодекс, который, с нашей точки зрения, в общем-то, в связи с сокращением примерно на 10% расходов на реальный сектор, они как бы первую часть, в общем-то, убрали мер, которые могли бы оздоровить, с нашей точки зрения, экономику. Кредитно-денежная политика. Вот если вы посмотрите, ФРС США принял решение еще два года назад о том, что они снижают ставку до 0-0,25 и будут ее держать, дали такое обещание, до полного восстановления экономики после пандемии. ЕЦБ, это банк Евросоюза центральный, уже в течение четырех лет держит фактически нулевую ставку и тоже дали обещание, что они ее поднимать не будут. Что происходит у нас? Если вы посмотрите, то монетизация экономики во всех странах 20-ки, вот мы занимаем последнее место не только в странах 20-ки, но мы занимаем по монетизации экономики где-то во второй полусотне. Что такое монетизация экономики? Это отношение денег в обращении к ВВП. Вот она у нас колеблется от 41 до 47-их, хотя Милтон Фридман, это Нобелевский лауреат части монетаризма, он говорил, что если у вас монетизация экономики ниже 50%, вы деградируете. А у нас рассказывают, что меры кредитно-денежной политики якобы к чему-то приведут. Второй момент. Кроме того, что у нас монетизация самая маленькая, как я сказал, у нас процентные ставки. Ну как вы считаете, могут ли конкурировать наши компании, если у них ноль плюс маржа, да, ну максимум там 2%. А у нас 4,25. Ключевая ставка кредита, даже ближняя, получает под 10. Естественно, если в своей политике, которую предложили нам и сегодня предложит публично Набиульна, собирается делать так называемый плавающий процент по кладам, значит будет повыше, то есть по базовой ставке, и он будет 5-6%, естественно, это сразу же автоматически увеличивает ставки по кредитам. Ну как мы можем конкурировать, если мы в разы, в десятки раз имеем процентные ставки выше, чем наши конкуренты. Поэтому мы считаем, что вообще-то так называемый таргетирование инфляции, у нас ведь придумали новую, ну скажем так, формулировку контроля за инфляцией, так называемая наблюдаемая инфляция. Скажи мне, пожалуйста, если мы за полгода, фактически с марта по ноябрь, девальвировали валюту на 25% национальную, ну как у нас инфляция может оставаться 4%? Ну это в принципе невозможно, особенно если учесть тот факт, что у нас первые 30 торговых сетей, все являются вообще-то нерезидентами, да, то и большая часть, скажем, товаров, которыми пользуются, так называемого широкого потребления и продовольствия, завозится извне за валюту. Каким образом у нас как бы инфляция может оставаться, ну она может для руководства Центрального банка, да, она остается на прежнем уровне, потому что их доходы как бы позволяют покупать по любой цене. Поэтому мы считаем, что мы не должны, если вы слушаете ФРС и являетесь его филиалом, почему вы не выполняете ее политику? Кстати говоря, Центральный банк, то есть МВФ и Мировой банк изменили прогноз роста ВВП России в сторону резкого уменьшения и предупредили о необходимости готовиться к новым вариантам поддержки базовых отраслей нашей страны. Ну то есть даже наши недруги, контролирующие и обучающие наших финансовых гуру, предупреждают об этом, а нас не слушают. Поэтому мы считаем, что вообще-то надо следовать разуму, и если мы хотим поддерживать свою экономику, то нам надо сделать большим доступ к финансовым ресурсам, то есть увеличить, естественно, увеличить монетизацию экономики. Следующий вопрос. У нас ведь, посмотрите, отъем лицензии приводит прежде всего к чему? К отъему, вообще-то, лицензии прежде всего у малых и средних банков. В результате, если вы посмотрите, то у нас в стране доминирует 12 банков, приближенных к Центральному банку, которые, в принципе, имеют колоссальное преимущество, конкурентное перед всеми остальными. Они получают бесплатные деньги по госпрограммам. Они фактически обслуживают федеральный бюджет. Они фактически, ну, в общем-то, не хотят заниматься малым и средним бизнесом. Именно поэтому у нас ранее предусмотренный триллиол для поддержки малого и среднего бизнеса фактически максимально использовался на 26%. Все остальное лежало на депозитах и управлялось, как бы, или обогащало ограниченный круг людей. Поэтому мы во время встречи с Мишустиным и с новым министром экономического развития поставили вопрос о необходимости реформирования третьей составляющей так называемых институтов развития. И вы знаете, что в ноябре правительство, наконец, подписало постановление о реформировании институтов развития. Теперь вместо 40 институтов развития, на которые, кстати, потрачено за это время 5 триллионов рублей, вот если бы их в экономику отдали, это был бы один выход. А так, без реального выхода по развитию страны, такие институты, как Сколково, получили 168 миллиардов бюджетных денег, такие институты, как Роснано, получили с гарантиями до 300 миллиардов государственных денег. Вот сегодня эти все институты, они сливаются в ВЭП, наш тоже достаточно непрозрачный институт развития, и у нас останется ВЭП с влившимися в него неэффективными на момент, и 12 отраслевых, которые показали эффективность. Поэтому мы, в принципе, не можем поддерживать такие основные направления, выскажем свою позицию и не будем голосовать за поддержку постановления кредитно-денежной политики. Сегодня в числе первых на заседании Госдумы будет рассматриваться законопроект о Государственном Совете в третьем чтении. Вот он готов, такой немаленький относительно. И, ну, вот многие юристы, многие политики, которые внимательно изучили этот законопроект, говорят, ну, он мало чем отличается от того указа президента, от того указа президента, которым с 2000 года регулируется деятельность этого органа. Но, да, по указу президента он являлся совещательным органом при президенте. Говорят, все вроде бы как так и остается. На самом деле, все далеко не так. На самом деле, этот орган становится достаточно мощным рычагом, мощным инструментом президента в политической и административной сфере. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание, во-первых, на то, что у нас по Конституции, в соответствии со статьей 10 Конституции, существует принцип разделения властей. Разделение властей на власть законодательную, исполнительную и судебную. Так вот, этот законопроект, он, по существу, нейтрализует этот принцип, этот конституционный принцип и говорит о том, что Государственный Совет будет заниматься координацией деятельности на федеральном уровне всех вот этих трех органов. Да, с одной стороны, на местах разделение властей остается, наверху он вроде бы тоже остается, но Государственный Совет, он призван координировать, согласовывать их деятельность. И вводится понятие «Единая система публичной власти». Вот специально статья одна вот этого законопроекта посвящена. То есть будет единая система публичной власти, которая будет осуществлять Государственный Совет. Поэтому, значит, власть будет устроена так, что губернаторы преимущественно будут ходить в состав Государственного Совета, они будут определять основные направления политики, будут давать соответствующие поручения законодателю через законодательные инициативы, и, так сказать, поручения, конечно, это о том, как надо управлять государством, как надо, так сказать, делать так, чтобы государство жило и процветало. Во-вторых, я хотел бы обратить внимание на то, что идет дальнейшее принижение роли парламента. Собственно говоря, принижение роли парламента началось уже где-то лет 10, а может быть и 15 назад. Но я 9 лет в Государственной Думе и постоянно этот процесс вижу. Вот сейчас, например, в последние 2-3 года губернаторы и председатели правительств региональных стали совершенно запросто отказывать депутатам в даче какой-то информации по их запросам. Они делают это совершенно запросто. Еще иногда пишут, что это не твое дело, что это не твои вопросы. Этот вопрос относится к ведению местных депутатов. А ты что там с федеральным уровнем сюда лезешь? На заседании наших комитетов, когда приглашаем министров или заместителей министров, вместо них приходят иногда какие-то начальники отделов, которые вообще не только не вправе что-либо решать, но и некомпетентны. Представитель президента в Государственной Думе может заявить о том, что предложить депутатов, которые ему не нравятся, отправиться на улицу. То есть вот такие вольности власть себе позволяет, и все эти вольности теперь закрепляются соответствующим законопроектом, который называется законом о Государственном Совете. Мы понимаем, мы не поддерживали и не будем поддерживать этот законопроект в третьем чтении. Мы понимаем, что это все-таки резервный орган, резервный орган для президента на случай, если в сентябрьских выборах следующего года к власти придет оппозиция в Государственной Думе, будет большинство от оппозиции. Тогда, так сказать, может создаться некое двоевластие, которым президент, конечно же, будет активно использовать вот этот Государственный Совет. Тогда многие пробелы, которые мы предлагали устранить, они, так сказать, эти пробелы будут заполнены теми вещами, которые необходимо будет президенту. Вот мы предлагали сейчас нашим оппонентам, тем, кто представлял этот законопроект, предлагали, поправки предлагали. Давайте запишем, что этот орган не имеет контрольных функций, не имеет функций распорядительных, исполнительных никаких. Нам говорят, нет, это писать не будем. То есть таким образом создается предпосылка для того, чтобы однажды было записано нечто обратное. И на сегодня, я повторяю, это мощный резерв. И посмотрите, как в самом законопроекте прописаны, вот его полномочия Государственного Совета, читаю. Он содействует президенту в реализации его полномочий, готовит президенту предложения по важнейшим вопросам ее деятельности, рассматривает проекты федеральных законов и так далее. Ну вот, понятно, что в этих ситуациях поддержать нельзя, и мы за демократию, мы за то, за народовластие, а в этих условиях Госсовет будет, конечно, явным препятствием для всего для этого. Спасибо. Ну, вы знаете, я бы вот добавил следующее. Вот если вы внимательно слушали вчера ответы представителя президента Крашенинникова, то вы могли обратить внимание, что его ответы, в принципе, противоречили его ответам по мотивированию предыдущей поправки. И по мнению многих юристов и экспертов, в принципе, у нас завершается строительство монархического государства. Почему? Потому что вчера, отвечая на вопрос по поводу распорядительных функций, где мы предлагали все-таки записать, что не имеет распорядительных функций, он сказал, что Госсовет может поручить и правительству, и Государственной Думе. Ну, то есть он в ответе своем подтвердил то, о чем сказал Юрий Петрович. То есть монархи, слава Богу, Николай Васильевич, не наследственные пока. Ну, это дело времени. Поэтому мы вас призываем к чему? Ну, объективно освещать всех, тогда у людей будет выбор понять, что происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова